Заворот век Итак, заворот века Это, во-первых, болезнь, которая может возникать у любого существа, у которого есть веки Проявляется эта болезнь тем, что века животного роликообразно заворачивается в сторону глаза Предположим, что моя рука – это века Снаружи она покрыта грубой кожей и шерстью Внутри она гладенькая, с конъюнктивой, скользкая и приятная И вся эта рука века, при завороте века, роликообразно заворачивается в сторону глаза И теперь уже не гладкой конъюнктивой касается глазного яблока, а шерстью и грубой кожи Каким бывает заворот век? Он бывает очень разным Это может быть заворот нижнего века, заворот верхнего века Заворот какой-то части века, например, со стороны носа – медиальный энтропион Или со стороны ушка – латера или энтропион Однако мы знаем, что есть некоторая статистика, которая говорит вот о чем Например, маринкуны, предрасположены к завороту нижнего века Брахицефалы – мопсы, пекинесы, британские кошки, экзоты Предрасположены к медиальному энтропиону Гигантские породы собак Предрасположены к энтропиону латерального канта Шарпи, чау-чау, некоторые сфинксы, предрасположены к завороту верхнего века И даже если у вас сфинкс, у которого нет шерсти Заворот века – это все равно постоянная травматизация роговицы Травматизация начинается с хронического воспаления роговицы, с кератита Далее, когда трение усиливается или становится более выраженным На роговице могут образовываться различного рода дефекты Поверхностные эрозии, язвы В более серьезных ситуациях язвы могут быть критически глубокими Либо сквозными вовсе И тут уже речь идет о возможной даже потере зрения Или даже потере глазного яблока в самых, скажем так, запущенных случаях В большинстве же ситуаций мы сталкиваемся с начальными проблемами с роговицей из-за заворотов века Например, с эрозией или с язвой Которые самостоятельно заживают, либо на фоне лечения заживают После того, как была исправлена ситуация с веками Из-за того, что есть постоянное трение и постоянная боль Животное может не домогать Оно может испытывать дискомфорт окулярный Из-за этого щурицы, из-за этого может быть больше слезотечения, больше выделений слизистых либо гнойных Такое животное может быть более вялым и апатичным, больше спать, потому что ему больно Причин бывает так же много, как и видов заворотов века Это могут быть наследственные факторы, характерные кошкам, собакам в возрасте обычно до двух лет Но чаще даже до одного года Вы скажите Меня зовут Людмила Веленовна Я профессиональный разводчик мейн-кунов Занимаюсь этим уже сто лет И я вам со всей ответственностью заявляю У мейн-кунов не бывает наследственного заворотов век Не бывает У нас весь дом разводят и мейн-кунов, и ротвейлеров, и лабрадоров, и сфинксов, и британских кошек Ни у кого никогда не бывает наследственного заворотов век Правда, да? Правда? Правда Его выдумали ветеринары Не слушайте никого Я вам точно говорю Это могут быть следствия травм Например, если у животного произошел разрыв века, и эта века как-то криво срослойся или криво сшита Оно в итоге стоит в неправильном положении и может заворачиваться и касаться шерсти глазного яблока Заворот век может быть инволюционным Он характерен пациентам возрастным У которых происходит атрофия ретробульбарного жира Собственно говоря, при этой патологии глазное яблоко погружается глубже в орбиту Веки теряют опору в виде глазного яблока и устремляются за ним И начинают подворачиваться И в более серьезных стадиях заворачиваются целиком Заворот века может быть спастическим Такая болезнь характерна крупным собакам У которых по какой-то причине болит глаз Ну, например, у него есть язва роговицы или народное тело в конъюнктуальном мешке Этой собаке настолько больно, что она так сильно щупит глаз Что века заламывается и заворачивается в сторону Стадии заворота века также бывают разными Вот, например, у нашего сегодняшнего пациента Самый начальный стадий заворот века Когда века только периодически подворачивается А когда котик умоется или как-то потрясет головой Она может вывернуться обратно Заворот века может быть в разрешенной стадии Когда века завернулась и никаким образом он тут уже не выворачивается Лечение заворота века может быть разным Однако в подавляющем большинстве случаев это хирургическое лечение Так, например, все наследственные завороты века Все травматические разрывы века и прочие инволюционные Они лечатся именно хирургическим методом Проводится пластик и век На сегодняшний день это порядка 150 различных методик Которые адаптированы под все возможные виды и комбинации энтропиона Энтропион это медицинское название завороты века Однако не всегда мы будем лечить пациента с заворотом века Просто хирургией Иногда это околохирургическое лечение И о нем мы сейчас поговорим Есть две группы пациентов Это щенки, котята и крупные собаки со спастическим заворотом Начнем с последних При спастическом завороте, как мы помним Собака настолько сильно щурит глаз, что легко заворачивается Причина это боль Боль на роговице или в роговице Боль в конъюнктивальном мешке И наша основная задача в этом случае Это устранить боль Для этого мы можем применить наложение временных швов В ходе, благодаря которым мы на время Вывернем века в правильное положение Даже когда собака щурится И дадим времени ей зажить Вылечим роговицу, излечем инородное тело Подлечим и устраним боль Когда мы снимем временные швы у такого пациента Беги будут стоять правильно и ровно Вторая группа это щенки и котята И этим пациентам проводятся две методики Первая это наложение временных швов Оно у щенков и котят играет две роли Может играть две роли Первая В месте где кожа стянута ниткой и заломлена Образуется некоторый рубец Который в дальнейшем может удерживать века В правильном положении У некоторых животных такой рубец не образуется Поэтому у них наложение временных швов Это временная мера Которая позволяет дать животному Возможность дорасти до полноценной хирургии Снизить риски анестезиологии И успешно прооперироваться Альтернативой временным швамм Может быть введение гиалуроновой кислоты в века Эта мера позволяет также Только лишь на какой-то срок Устранить заборот века И дать пациенту дорасти до полноценной хирургии Либо полностью разрастись И тогда заборот века в принципе сам при себе разойдется Что делать, если у вашего питомца Или у вашего пациента есть заборот века Во-первых, нужно понимать, кто вы Если вы владелец, то ваша задача Обратиться к ветеринарному офтальмологу А до приема вы можете применять Различного рода глазные гели Лубриканты, даже человеческой аптеки Для того, чтобы максимально снизить Фактор трения у вашего питомца Если вы ветеринар, ваша задача Определить, какова степень Заборота века, какой вид заборота века И по возможности, какая причина есть у этого пациента И соответственно провести нужное лечение этого пациента Как отличить заворот века у животных? Как понять, что он вообще в принципе есть? Для того, чтобы понимать это Подойди поближе Мы должны оценивать пальпибральный край века Пальпибральный край века Это верхушка века Абсолютно гладкая, лишенная шерсти И вдоль этой верхушки протекает Проходят протоки мейбомевых желез Так называемая серая линия Так вот, в норме мы должны видеть Эту серую линию И мы должны видеть хорошо Четко пальпибральный край века Который прилегает к поверхности глаза В случае, когда у пациента есть заворот века Мы не будем видеть этой проблемы Почему мы знаем, что у этого пациента Есть проблемы с веками? Дело в том, что его века Периодически подворачивается О чем нам говорит мокрая шерсть И если мы проводим провокацию энтропиона То есть заворачиваем века вовнутрь Века обратно не выворачивается В норме это века должно выворачиваться Либо вовсе не должно заворачиваться Еще раз, провокация Века не выворачивается полностью На втором глазу ситуация аналогичная Но еще в более начальном этапе, скажем так То есть здесь провокация энтропиона Ой, ты подожди Здесь провокация энтропиона также возможна И мы видим, что века действительно заворачивается вовнутрь И века не выворачивается наружу То есть такой кот периодически будет бегать, прыгать или спать Его века подвернется Через некоторое время оно вывернется обратно Обычно заворот века в 90 градусов Перетекает в полноценный заворот примерно в течение месяца Однако это может быть и более короткий срок Это наш второй пациент И мы увеличиваем градацию степени заворота века Здесь можно видеть полноценный заворот века на одном глазу И начальный заворот века на другом глазу Итак, правый глаз Отметим, что мы не видим полифебрального края У нижнего века Фокусируем Прекрасно И когда мы тянем нижнее веко Оттягиваем его Мы видим, сколько шерсти здесь лежит И касается глаза И вот он, наш полифебральный край Вот он, только здесь Вот так века должно стоять у него Но оно заворачивается На левом же глазу У нас энтропия, он 90 градусов Мы опять же проводим провокацию Мы заворачиваем века животного искусственно И оно остается в таком положении все время И коту неприятно, но больно Поэтому он отпрянувает в сторону Окей Всем этим пациентам рекомендовано проведение Полноценной хирургической операции По коррекции положения века Потому что уже в скором времени И правый глаз, и левый глаз Будут в полностью завернутом состоянии Точнее, не глаз, а веки пациента Будут в полностью завернутом состоянии Я надеюсь, это видео было полезным для вас Любые вопросы, рекомендации или Куда ты собрался? Любые вопросы, рекомендации или комментарии Приветствуются Подписка также приветствуется Репосты, лайки тоже приветствуются До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова